12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. С этого момента прошло 57 лет, появились новые герои, новые открытия и достижения в этой области, но имя Гагарина, пожалуй, самое узнаваемое. 12 апреля памятная дата, посвященная первому полету человека в космос. Что об этом знают ульяновцы, мы спросим прямо сейчас. А кто знает? Мы уж теперь, наверное, и забыли все. Космонавт-то только, если Гагарин полетел. Вот это я помню еще. Нам уж по 80 лет дочку. Куда мы тут? Я был в это время в Прибалтике, в аэропорту, вернее, в морском порту, в Венсполсе. Услышал по радио, я щел на рельс и слушаю дальше, что будет. Но это он уже приземлился. 12 апреля день космонавтики. Какими достижениями наша страна может гордиться? Ну, во-первых, нам Гагарин полетел, правильно получается. Первый спутник, по-моему, с нашей страны был. И псы прилетали наши, не помню, как. Белка-стрелка, по-моему. Все правильно? Верно? Ну, а что, не знаю. Самый первый достижение космонавтики у нас был в СССР страны. Может, ничего не могу сказать такого? Достижениями космонавтики больше чем можно гордиться. Остальному нас гордиться пока, к сожалению, нечем. Полеты. А больше я не знаю. Спасибо большое. Космонавты самые главные. Герои. Сейчас, правда, распространено вот это вот мнение. Повсюду массируется, что Земля плоская. Это как-то немножко не стыкуется с образом нашей советской космонавтики. Вообще, конечно, интересно было бы это уяснить. Но я пока не разбирался в этом. За последние 20 с лишним лет никаких достижений. Одна разруха. Горбачева с Ельцином. Ну, наверное, естественно, это первый полет Юрия Алексеевича Гагарина в космос, который состоялся в 1961 году. Также не стоит забывать о том, что введения были также в 2017 году, такие как открытие факультета космических исследований в МГУ. Это первая из факультетов, принимающая абитуриентов на бюджетной основе, касаемо этой специальности. А также на базе нашей страны существует организация ГЛОНАССКО. Это система спутниковой навигации по всему миру. Да всем. Может гордиться. ГЛОНАССКО.